Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди Духовные и нравственные аспекты поста Хвала Аллаху Господу Миров, который говорит в своей священной книге Стремись к прощину вашего Господа и рай, ширина которого равна небесам и земле, Уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, Сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого нется товарища, И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сокочтимых и многоуважаемых сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, Всевышний Аллах приписал пост ввиду высоких целей и великих замыслов, Поскольку это школа веры и нравственности. Кто размышляет над Священным Кораном, тот находит, что Аллах Всемогущий и Велик назвал цель поста в Своей могучей книге. Всевышний Аллах говорит, У те, которые уверовали, вам приписан пост, подобно тому, как он был приписан вашим предшественникам, быть может, вы устрашитесь. Богобоязненность — это ценность, включающая в себя хорошие качества, Поэтому я упоминался в Священном Коране в сочетании с различными духовными и инраственными ценностями. В Священном Коране говорит, В Священном Коране, Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писании, в пророков, Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, Родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, Расходовали его на освобождение рабов, Совершал намаз, выплачивал закат, Соблюдал договора после их заключения, Проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения, Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязнены. К духовным и нравственным аспектам поста относится набожность. Так, пост есть тайна между рабом и его Господом, Чего не знает никто, кроме Всевящного Аллаха. Это и есть доказательство уверенности человека в том, Что все могуще, Аллах знает то, что он утаивает и совершает открыто. Аллах, слава ему и величие говорит, Какой бы поступок ты не совершал? Что бы ты не читал из Корана, и что бы вы не совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, Будет оно даже весом в мельчайшую частицу, Или меньше того, или больше того. Все это в ясном писании. В силе значения набожностей за посты воздается великая награда, Чего не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, повидал, Всякое благое дело сина Адама умножится, А на имейшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, Но может возрасти и до семикратного. Аллах Всевышний сказал за исключением поста, Ибо поистине пост совершается ради меня, И я воздам за него, Ибо человек отказывается от удовлетворения своих желаний И от своей еды ради меня. Следовательно, постящийся, Который строго соблюдает приписание Аллаха во время поста, Должен бояться его, совершая свою работу И ведя все свои дела в месяц Рамадан и в другие времена. Пост – это школа терпения во всех его проявлениях. Во время поста человек проявляет терпение В выполнении религиозных обрядов, Избегание запретных поступков и воздержание от страсти. Вот почему наш пророк, Доблагословит его Аллах и приветствует, Назвал Рамадан месяцем терпения, Сказав, После месяца терпения, Ибо три дня каждый месяц подобен непрерывному посту На протяжении всего года. Постящемуся стоит быть терпеливым, Сдерживать свой гнев, Прощать тех, кто поступил с ним несправедливо, Давать тем, кто его лишил, И быть добрым тем, кто его обидел. Пророк, да благословит его Аллах, Приветствует, сказал, Пост является щитом, И в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, Пусть избегает всего непристойного, И не превышает голос, Если же кто-нибудь станет бронить его, Или попытается завязать с ним ссору, Пусть скажет такому поистине, И от человек, соблюдающий пост. Кроме того, Настоящий постящийся не льет, Не обманывает, Не предает, Не изменяет, Никого не засловит. Посланник Аллаха, да благословит его, Аллах приветствует и зрек, Если во время поста человек не прекратит лживы речи, И дела, соответствующие этим речам, То Аллаху не нужно будет, Чтобы он отказывался от своей еды и питья. Вот что я хотел вам сообщить, Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, Мир и благословение последнему Изо всех пророков и посланников. Нашему господину Мухаммаду, Его семье, С подвижникам и всем, Кто наилучшим образом последовал за ним В плет до судного дня. Дорогие единоверцы, Одним из важнейших целей поста Является солидарность, Сострадание и осознание человеком Состояния окружающих его бедных и нуждающихся. Так, постящемуся следует быть добр к ним, Утещит их, И удовлетворит их потребности. Сообщается, что Абдуллах ибн Ам Доводит доволен Аллах, Ими обоими сказал, Как-то один человек спросил посланника Аллаха, Добра славит его, Аллах приветствует, Какое проявление ислама является наилучшим? Он ответил, Наилучше состоит в том, Чтобы ты кормил людей И приветствовал тех, Кого знаешь и кого не знаешь. Если во все времена воздается Великая награда за солидарность, Сочувствие, Щедрость и кормление пищей, То в месяц Рамадан Это величайшая награда и лучшего сдаяния. Посланник Аллаха, Добра славит его, Аллах приветствует, Сказал, Накормивший постоящегося, При разговоре не получит такую же награду, Как и он сам. Но при этом награда постоящегося Не уменьшится ни на июту. Сообщается, что Ибн Аббаз, Да будет доволен им Аллах, Сказал, Пророк, Добра славит его, Аллах приветствует, Был щедрящим из людей, А наибольшую щедрость Проявлял он в Рамадане. Как прекрасно для нас Извлекать из школы поста Уроки веры и нравственных добродетелей, Пока не достигнем цели поста И поймем его сущность. Однажды Джабр ибн Абдуллада Будет доволен им Аллах, Сказал, Когда ты постичься, Пусть постятся твой слух, Твое зрение и твой язык, Остерегаясь лежи и греховных поступков, И остав причинение вреда соседям. Будь достойным и спокойным В день своего поста, И не делай день поста подобным дню, В котором ты не постичься. О Аллах, Обереги нашу страну Египет И все страны мира. Вассаляму алейкум Вархматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok